Здарова, народ! С вами Дмитрий Трофимов, а сегодня словесная импровизация, а именно будет пример, как я буду говорить словесную импровизацию, включать словесную импровизацию. И не просто я буду говорить о каком-то слове, я буду добавлять эмоции. Сегодня тренировка словесная импровизация плюс эмоции. Понеслась! Сегодня был дождь, вот прямо сейчас был дождь, и давайте я об этом расскажу. Окей, словесная импровизация, дождь, и я включаю эмоции. Я люблю дождь. Когда он заканчивается, я выхожу на улицу, и такой кайфовый, такой кайфовый запах в этот момент я ощущаю. И хочется этот запах буквально в смысле слова съесть. А если была бы возможность, я бы уже давно бы это сделал. Помимо того, когда дождь идет, есть ощущение такое, что я в буквальном смысле слова в состоянии спокойствия нахожусь в этот момент. То есть маленькие капельки дождя, они постоянно капают, и я прислушиваюсь к этим капелькам, и мне становится спокойно. Я ловлю в этот момент дзен. И я понимаю, что в этой жизни нет ничего важного, кроме момента здесь и сейчас. Надеюсь, вы так же любите дождь, как я. Давайте следующее слово, что-нибудь посложнее возьмем. Окей, ширинка. Когда-то в детстве я пришел в школу с расстегнутой ширинкой. Для меня это был полный шок, потому что я прихожу в класс, и меня вызывают к доске. У меня в моих брюках расстегнута ширинка, и я выхожу к доске, и должен был что-то говорить. И я вижу, что все ребята начинают смеяться, и я не могу понять, почему они смеются. Потому что мне казалось, что я был подготовлен, и ту информацию, которую я говорил, она должна быть важна. Да, и я точно знаю, что я говорю правильно. Но они все время смеются. И мне было так стрёмно в этот момент, я не понимал, что происходит. Учительница в том числе не понимала, а ребята продолжали смеяться. И потом все-таки я немножко опустил глаза, потому что я вижу, что некоторые ребята делают вот так. Пальцем показывают куда-то мне между ног, и я опускаю глаза, и вижу, что я вообще без штанов и без трусов. И ширинки там тоже нет. Оказалось, что все это время я спал, потому что как только я сделал так, я проснулся. Но на всю жизнь я запомнил, что ширинку нужно застегивать. И это был пример словесной импровизации плюс игра эмоций. Вы заметили, да, в момент, когда я что-то говорю, например, какая классная погода. В этот момент я улыбаюсь и стараюсь всей своей мимикой, лица, тоном голоса это передать. Если мне грустно, если мне страшно, я тоже стараюсь это передать. И это и есть словесная импровизация, это и есть игра эмоций. И благодаря тому, что вы усиливаете эти эмоции, что вы показываете собеседнику эти эмоции, он еще сильнее погружается в вашу историю. Я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, у меня есть ютуб-канал, на который вы уже подписались. Вы же нажали там кнопочку подписаться. Напоминаю, также у меня появился мой инстаграм и ссылка тоже появится под этим видео. Оставляйте комментарии. Может быть вы хотите, чтобы я какие-то слова тоже продемонстрировал вам, включил словесную импровизацию на определенное слово. И напоминаю, что также есть видео по словесной импровизации, а именно мастер одного слова. Вы можете потренироваться и ссылка только что появилась. Как минимум 2 миллиона долларов. Я вам желаю хорошего настроения и здоровья побольше. Пока. Сейчас максимально покажу эмоцию во время словесной импровизации. Боже мой. Какой вкусный тортик. Я хочу его. Да. Пока-пока.